Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили, и сегодня мы с вами будем снимать очередное новое видео. У меня здесь обычная лапша быстрого приготовления и печень, которую я пожарила вместе с помидорками. В общем, с таким вот соусом, так скажем. Добавила туда еще немного сыра. Здесь у нас такой салат, что-то вроде ли. Ссылку опять же на салат вот этот вот я вам обязательно оставлю, потому что он обалденный, он просто божественный. Я уверена, что он вам понравится. Итак, начнем, наверное, кушать палочками. Не знаю, получится, не получится. Наверное, скорее нет, чем да. Сегодня обязательно нужно сходить к шве. Ой, как вкусно! Если вы смотрите мои блоги, вы знаете, что я отдала брюки, платье и юбку. Юбку вообще будем переделывать. Должна была вчера сходить и забрать. Вчера что-то замоталось, не получилось. Вот сегодня планирую пойти. Как вкусно, ребята! Соус такой получился обалденный. Я взяла помидоры, разделала их, то есть очистила от кожуре. Добавила масло и начала тушить в другой сковородке. У меня, значит, здесь печень. Сначала немного потушила при закрытой крышке. Потом открыла крышку. И опять потушила. Отварила лапшу, но я не добавила соус, который прилагался к этой лапче. Просто добавила соль и немного масла. Сначала хотела сделать с куриным мясом. То есть с грудкой. Потом что-то, как ты подумала, банально. Постоянно курица, постоянно курица. Давай что-то другое. Сегодня встала так поздно, хотя поставила будильник. Оказывается, я во сне выключила будильник. Опять легла спать. Последнее время я вот поздно засыпаю, поздно встаю. И это очень плохо влияет на мою продуктивность. Видео я могу снимать при дневном освещении. Конечно, я могу и при искусственном, но при дневном намного лучше получается. Совсем забыла про салат. Он очень вкусный. Мне кажется, до зимы там ничего и не останется. Я уже вовсю хомячу. Зашла в супермаркет, встретила свою подписчицу. Так приятно. Безумно приятно. Честно, когда к тебе подходят, говорят о том, что Айка, я тебя смотрю. Айка, ты тоже здесь? Для мукбанга что-то выбираешь. А давай ты возьмешь это, 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 соединишь вместе. И будет мукбанг. Я такая, хм, тему говорит девочка. Подумала и решила, что точно так и сделаю. Давайте немного пройдемся по вопросам. Тут девочка написала огромный просто текст под мои фотографии. И постараюсь вкратце вам пересказать. Суть заключается в том, что, вопрос заключается в том, что, Айка, как ты думаешь, должны ли блогеры как-то коммуницировать, снимать совместные видео? И сняла бы ли ты видео с начинающим блогером, у которого очень мало подписчиков? Я снимала видео с подписчицами. Для меня это не проблема. Но я никогда не буду обижаться на людей, которые дали мне отворот-поворот, так скажем. То есть, например, я захотела снять видео с блогером, у которого больше аудитория, больше просмотров. И он решил не снимать. Я ни в коем случае на этого человека не обижаюсь, а наоборот понимаю. У меня на работе в прошлой строительной компании была девочка. Она просто взяла, накрутила себе в Инстаграме 10 тысяч подписчиков. И на каждой фотографии у нее там по 100 лайков было. И она нам, девочкам, рассказывала, что вот эти вот знаменитые блогеры. Я однажды была на мероприятии, там были эти блогеры. Я захотела сфотографироваться. Я ей сказала, что я тоже блогер. У меня 10 тысяч подписчиков. Можешь ты меня отметить, а я тебя. И ты представляешь, это блогер. Она сказала, что... То есть, я никого не отмечаю. Фу, какие высокомерные у нас в Азербайджане блогеры. У меня тоже 10 тысяч подписчиков. Ну и что, что у нее там 40 и на каждой фотографии по 8 тысяч лайков, да? Ну и что? Это тоже некий бизнес. Есть и блогеры. Просто посудите. Есть и блогеры. Начнут пиарить всех подряд. Блогеров станет так много, что рекламодателям будет из чего выбрать. И вероятность того, что этот блогер начнет зарабатывать, очень маленькая. Ее прям искренне это смущало, что... А почему такие высокомерные? Что, сложно мне помочь подняться? Сложно из меня тоже сделать блогера. А какая ей польза от этого, что ты станешь блогером? Это тоже бизнес. Вы когда-нибудь видели, чтобы на ТНТ, например, рекламировали СТС? Или на СТС Муз ТВ? Нет, конечно. Это то же самое. Зачем перебрасывать свою аудиторию куда-то в другое место? Стоит обижаться. Например, я могу написать какому-то блогеру, что давай снимать совместное видео. Если блогер мне напишет, что нет, я не хочу, я ни в коем случае не обижусь. Как же это вкусно! Единственное, напитка очень мало. Мне очень не нравятся лживые люди. Люди, которые пользуются другими людьми. И, к сожалению, таких все больше и больше. Эта же девочка так пыталась подлизаться к боссу. У него там проблемы были, товар никак не могли привезти в Азербайджан. И она такая говорит, я вчера столько таблеток выпила от сердца. Босс, я так переживала за товар. Как оно будет? А что оно будет? Я три таблетки вчера ночью выпила. И все равно мне хорошо не стало. Так переживаю, так переживаю. А она вообще процента не имеет, понимаете, с продаж. И всегда нам, девчонкам, говорила, что она ненавидит своего босса. При этом при нем, знаете, такое актерское мастерство. Я очень не люблю таких людей. Через слово просто врала. Говорит такая, мои истории смотрят 5000 человек. Почему никто из них не ставит лайки? Вот почему у меня по 15 лайков, по 20 лайков на некоторых фотографиях? И как там ее телефон был у меня в руках? Там что-то в настройках я лазила, инстаграм моей что-то объясняла и так далее. И я наткнулась как раз-таки на ее историю. И увидела, что ее историю смотрят там 150-200 человек. Я такая, ты же говорила, 5000 твои истории смотрят. Она такая, ну когда, как? Иногда бывает 5000 смотрят. Иногда бывает вообще 300 человека. Я такая сижу, господи. Дорогие мои подписчики. Бывает такое, что когда-то ваши истории смотрят 5-7 тысяч, а иногда бывает 100 человек. Стабильно средненько смотрят ваши истории, например, 300 человек. Максимум туда-сюда 50 человек, но не 5000. 000. проще говоря мораль такова каждый человек должен работать над своим контентом они надеются что кто-то его когда-то пропиарит и все будет чики-бики как я кайфую от этого чехла как он мне нравится просто не передать словами иногда бывает купила вещь купила и лежит она у тебя до или носишь но не прям так с кайфом иногда бывает вещь вроде бы мелочь какая-то чехол например для телефона но ты с таким кайфом его трогаешь он такой приятный на ощупь прям вау многовато уже для меня честно я уже наедаюсь здесь полкило мяса точнее 450 грамм мяса печень потом 4 упаковки лапши быстрого приготовления 2 помидора и все это вместе обалдеть как вкусно ну все ребят доедаем очень вкусно было обязательно приготовьте сочетание просто бомбак я вас всех очень-очень сильно люблю если вам понравилось это видео то обязательно ставьте лайки не забывайте подписываться на мой инстаграм если вы до сих пор кушаете то приятного аппетита всем пока пока пока